Добрый день, с вами Кристина Кудрявцева и сегодня у нас в гостях психолог аналитический Елена Рассветова. Елена работает как в рамках Европейской школы психологии, так и ведет свой проект, о котором тоже, я надеюсь, Елена расскажет нам сегодня. Но вначале хочу спросить про то, что вы уже закончили обучение в школе, и как вы принимали решение, как вы к нам попали, и какие задачи перед собой ставили, то есть вот с чего начинался ваш путь? Добрый день, Кристина. Я благодарна за то, что меня пригласили на вот эту вот встречу. Как я попала в школу? Ну, в общем-то, психологией я занимаюсь уже более 10 лет, но занималась на любительском уровне. Знания были, но они были не систематизированные, то есть у меня не было специального психологического образования, но очень много прочитано, очень много понято, какие-то вебинары, тренинги, учителя, ну, в общем, это все было такое вот отрывочное. И когда я прочитала программу вашей школы, я поняла это то, что может связать вот эти вот отдельные фрагменты в какую-то единую целую картину, и, в общем-то, это даст вот ту базовую основу, цельную базу, фундамент, на котором уже можно будет достаточно твердо стоять, твердо и уверенно стоять. И, в общем-то, я получила то, что ожидала от школы. Ну, наверное, я в большей степени планировала даже, наверное, не столько пойти работать психологом, сколько меня очень интересовала психология, мне хотелось в ней очень глубоко разобраться, понять, прочувствовать. Вот это что-то такое очень интересное, очень захватывающее. И вот подойти, потрогать, посмотреть, вот, ну, наверное, вот как что-то притягательный такой магнит. И, в общем-то, скорее всего, это было первое. Ну, а потом уже, когда начала изучать, начала работать и поняла, насколько это можно интересно давать другим, насколько можно помогать другим, и насколько получаешь моральное удовлетворение, да просто счастье, когда видишь результаты других людей, и что ты это сделала. Это очень интересно, очень захватывает. Я помню ваш вебинар в рамках школы вы проводили, да, про страх быть психологом. И насколько много, ну, это просто то, что я наблюдала, да, насколько много было благодарности и отзывов про то, что действительно, ну, помогли справиться. Вот момент ситуации, когда вы приняли решение, что вы пойдете в психологию как в профессию. Помните? Вот как это было? Когда этот щелчок произошел, что хочу? Ну, наверное, в тот момент, когда у меня получилось у себя убрать несколько страхов. Ну, я специализируюсь на страх, я выбрала себе специализацию страхи. Вот, и когда я поняла, что у меня получается, ну, как бы корень любой проблемы – это какой-то страх. И когда у меня получается взять проблему, докопаться до страха и его убрать, это раз получилось, два получилось, у меня получилось, у моих, ну, с кем я работала, там, с коллегами, потом я брала так, людей еще, с которыми работала. И когда я вижу, что это получается, я вот, наверное, в тот момент я поняла, что я могу это делать, и это реально помогает людям. Я имею моральное право идти и этим заниматься. Здорово. Может быть, какой-то такой ваш пример из клиентской практики, ну, если там без каких-то таких личных моментов, я имею в виду, вот, как это происходит, да, какой страх, ну, что-то такое, какой уходит страх, да, какой результат получается? Вообще иногда очень по-разному. Вот редко бывает, когда страх, ну, буквально, там, с первой-второй сессии, ну, такое редко бывает. Но через 3-4-5 сессий до этого страха, когда доходим, вот практически у 90% людей говорят, да ладно, действительно. И вот когда человек понимает, что это вот это, вот из-за этого у него были вот все куча вот этих проблем, там, в личной жизни, с деньгами, там, с чем-то еще. И когда вот этот восторг, и мы начинаем дальше уже работать с этим страхом, это, знаете, какая-то вот, как энергия какая-то поднимается, причем даже не столько от меня, сколько от клиента. Когда он увидел истинную проблему, когда он понимает, что можно от нее избавиться, что эти, там, 10-20-30 лет вот этих вот проблем, там, в личных отношениях, в чем-то еще, что вот сейчас мы до этого дошли, сейчас мы это проработаем, и это уйдет. Там вот, ну, не знаю, такая энергия поднимается потрясающая. Да, да. То есть, как правило, человек раньше для себя это никак не связывал, эти вещи. Абсолютно. Я понимаю, да. Да, да. Получается такое вот связывание внутри, как исцеление, да, связывание. Да, да, да. Здорово. Потому что иногда действительно вот не связанные какие-то вещи, ну, как бы на первый взгляд не связанные. Но это, как, знаете, может, помните в Шерлок Холмсе, да, он берет такую логическую цепочку. Вот это, вот это, вот это, вот это, опа, а вот он коинь, да, вот из-за этого у вас все проблемы, да. Вот, и, в общем-то, неожиданно и интересно. Для вас профессия психолога, вы с чем бы ее сравнили? Вот, ну, Шерлока Холмса вспомнили, это как детектив, как кто, какая метафора для вас? Вы знаете, наверное, как Шерлока Холмса. Ну, по крайней мере, вот моя специализация со страхами, наверное, это да. То есть вот найти, а где же первопричина, которая, как запустила вот этот механизм, да, из-за которого как вот одно событие за другое цеплялось, и в конце концов выросла вот ту проблему, которая сейчас есть у человека. Наверное, да. Здорово. Ну, здесь тоже хочу сказать, что у каждого, вот сейчас типологию проходим, да, ну, в школе идет модуль по типологии личности, про то, насколько мы все разные, по-разному думаем, и каждый психолог тоже работает по-своему, да, на своей ведущей функции. И это так разный подход, разная метафора про работу психолога у вас такая, интересно. Вот, да, специализация такая. Здорово. Ваш самый большой результат от прохождения программы в школе? Ну, что бы вы назвали своим самым большим результатом? Моим или клиентом? Вашим, вашим личным. Я имею в виду, это может быть какие-то ваши личные изменения, это могут быть ваши какие-то профессиональные успехи, но это то, что вы для себя связываете с обучением в школе? Я совершенно по-другому стала воспринимать мир и людей. И я довольно часто, ну, уже давно, уже несколько месяцев начинаю замечать, что я совершенно по-другому реагирую на какие-то жизненные ситуации. Ну, многие жизненные ситуации повторяются. Я сейчас на них реагирую совершенно по-другому, как я тогда, знаете, еще там лет 10 назад читала в книжках, что там нужно быть терпимым, нужно быть там то-то, то-то. Ну, как бы не получалось это тогда реально сделать. А сейчас я это делаю, абсолютно не прилагая усилий. То есть меня перестали раздражать очень многие вещи. Я стала, когда вижу человека, например, ну, какая-то агрессия, раздражение, у меня нет ответной агрессии. Я понимаю, что с ним происходит и абсолютно спокойно к этому отношусь. То есть, в общем-то, наверное, это мой... И это, конечно же, намного легче жить становится. То есть, наверное, это вот мой личный результат. Легкость появилась в жизни. Здорово. Ну, получается, вы не присоединяетесь энергетически к этим ситуациям, которые ранее вас включали, естественно, энергию забирали и вводили в какое-то такое вот повторное переживание травматического опыта. И это, да, это правда здорово, правда большой результат, ну, важный такой результат. И мне так понравилось, вы сказали, что то, что 10 лет назад читали, вот оно. Ну, на самом деле, я очень понимаю, потому что я точно так же, такие же процессы, ну, там, может, не 10, там, 15 лет назад, вот эти первые книги по позитивному мышлению и так далее. И действительно, когда уже вот проходишь большой круг и как-то вот каждый раз, ну, на новой, на новом витке спирали, ну, это другое понимание, да, вот про ту же там терпимость, принятие, прощение и так далее. И, ну, тогда оно работает по-другому, да, потому что если эти вещи, ну, это моя позиция, если эти вещи делать на открытую травму, то это будет уводить в минус. Если травмы проработаны, исцелены и сверху вот тогда уже делать вот эти все позитивные моменты, это другой вопрос, это работает очень здорово и дает, ну, хорошие, быстрые результаты. Елен, про ваш проект, ну, вы немножко рассказали, что работаете со страхами, также я знаю, что вы планируете что-то новое, расскажите, пожалуйста. Ну, мой проект – работа со страхами, да, то есть исцеление, это избавление от проблем, ну, за счет того, что находить первопричину, находить страхи и избавляться от них. Это мой личный проект, и сейчас мы с коллегами готовим новый проект, проект потрясающе интересный, про деньги. Вот, то есть, когда мы стали, нас эта тема очень заинтересовала, потому что, ну, как бы там ни было, мы все живем в материальном мире, и деньги – это неизменная составляющая нашей жизни. Вот, и чем больше денег, тем, конечно, проще жить. Возникло, стали находить очень много причин, которые перекрывают вот этот денежный поток. Это настолько разные причины, это и родовые, это и какие-то убеждения, это и коллективные установки, это, ну, там всего. И если из этих направлений какие-то там, ну, перекрыто что-то, естественно, но деньги не приходят в нормальном таком количестве, в необходимом количестве. Либо, если они приходят в каких-то внутренних своих, может быть, конфликтах, может быть, страхах, они утекают, то есть не держатся. И мы сейчас вот готовим проект, который поможет проработать те внутренние установки, которые мешают по приходу денег, и мочь удержать и, в общем, наладить хорошее отношение с деньгами. Как с такой энергией. Да, замечательно. Замечательная тема, тема нужная всегда и всем на любых уровнях, да. Вот, потому что, ну, хорошее отношение с деньгами – это важно, не ради самих денег, а просто потому, что деньги – это выражение энергии. Как у вас движутся деньги, так, в общем-то, и движется энергия. Это, ну, такой просто хороший инструмент для диагностики. И с ним удобно работать, потому что это можно посчитать, это можно потрогать и, в общем-то, легко диагностировать разные вещи. Ну, это моя позиция именно через деньги. Поэтому всем, кому тема денег интересна, ссылочку дадим на ваш проект новый. Внизу под видео будет, поэтому переходите. Я уверена, что будет качественный продукт, потому что, ну, знаю соавторов, и Елену, и соавторов, поэтому будет действительно классная программа, я в этом не сомневаюсь, и думаю, все участники получат для себя огромную пользу. И с какой бы мы стороны ни заходили, все равно вы прорабатываете что-то одно, например, вопрос денег, меняется по всем остальным сферам жизни. Здорово. Несколько слов, может быть, тем, кто только думает пойти обучаться в психологию, возможно, для себя, вот как вышли, да, изначально. Возможно, кто-то уже хочет стать психологом, профессиональным, но тоже в раздумьях находится. Вот что пожелали бы себе, да, если бы вы, например, давали совет себе, да, в начале обучения, что бы сказали? Так вот, как мотивация. Ну, так как мы заговорили про проект о деньгах, ну, я могу сказать. Мы как-то сели и посчитали, во сколько бы обошлось, ну, вот обучение в школе, там, определенная сумма, и мы посчитали, сколько бы обошлось, вот этот год позаниматься с психологией, суммы примерно такие же, вот. Но здесь мы получаем ту же помощь, плюс дополнительно к ней мы получаем великолепные знания, массу новых навыков, и плюс мы получаем возможность, благодаря этим знаниям, вернуть эти деньги, заработать еще больше. То есть если с материальной точки зрения, то это так. Я считаю, так. Если с остальной, ну, с другой точки зрения, то это, конечно, обучение, оно дает возможность, ну, может быть, к счастливой. Вообще психология в целом, она дает возможность избавиться от проблем и стать... И обучение в школе – это те такие фундаментальные базовые знания, которые, я не знаю, наверное, даже с чем-то сравнить. Это не какие-то отдельные курсы, это видение психологии, комплексный подход и очень-то крепкие, хорошие знания, на которых можно дальше уже выставить. Спасибо. Немножко связь у нас с перебоями. Но я думаю, что в целом понятно то, что вы хотели сказать. Я вас благодарю за такую обратную связь. Мне очень это важно. Да, чтобы для вас это так было. Я желаю вам успехов в вашей работе, в ваших совместных проектах вот с психологами Европейской школы психологии. Всем, кому интересно, еще раз ссылочки будут под видео, вы можете присоединиться. Ну, и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всего доброго. Еще раз поблагодарить вас за получить обучение, такое замечательное. Спасибо вам большое. Я желаю вам дальнейшего развития школы, развития новых проектов. Всего самого наилла. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова